ребята всем привет еще раз вы же знаете что я по гороскопу телец я не сдаюсь я на самом деле просто подготовила сегодня материал и я понимаю что но если я сейчас это все не сделаю то завтра возможно я не захочу уже это делать то есть рассказывать каким образом писать заявки что подписать в этой заявке что не писать в заявке и я искренне надеюсь что сейчас звук не пропадет если вдруг он пропадет пожалуйста мне сразу пишите я буду останавливать и заходить заново но я как мне кажется решила проблему значит с чего вообще началась моя история вот с этими заявками с коверлетами как я вообще узнала как их писать я училась великобритания до того как я училась великобритания я жила в россии вообще не знала ни днем как там говорят неважно что такое коверлета что такое такое заявка я была обычным человеком который ходил на работу работал маркетологом о своей последней работе я писала в предыдущем посте кто читал вчера возможно из той работы меня как раз таки сократили в 2008 году был кризис в россии меня сократили я поняла что смысла сейчас работу искать нет потому что я живу в москве если работы нет в москве значит в россии и нигде нет я решила это время там предстоящий год потратить на свое образование я начала изучать английский язык я нашла себе репетитора занималась с ним персонально четыре раза в неделю другое все время я делала домашние задания зубрила учила мои знания в английском были нулевые то есть вообще никакие кто говорит вот там в школе немножко здесь немножко вот у меня тоже везде понемножку но на самом деле это все был полный ноль я изучила грамматику купила себе до этого сразу месячное обучение языковой школе в оксфорде и вот чтобы вы понимали мою целеустремленность когда я понимаю что я там трачу деньги на репетитора я оплатила месяц жизни и обучение в оксфорде я приехала в оксфорд у меня уже была хорошая база грамматическая но я не могла говорить то есть у меня вот в голове никак не могло переключиться что вот есть еще одна языковая система и я помню что когда ко мне русские девочки мальчики подходили и говорили по-русски привет давай общаться то есть я здесь один ты тоже знаете я ему говорила сразу на английском if you want speak to me please do it in english понимаете они на меня вот так вот смотрели и говорили за все что чокнутая мы же видим что ты русская почему ты с нами по-английски говоришь и вот с этого началось такое мое знаете изучение английского языка конкретное я стала разговаривать я пожила в оксфорде месяц вернулась в россию и поняла что я хочу уехать в великобританию уже на полноценное образование потому что я была молода свободно мне хотелось чего-то нового в этой жизни и я задалась целью что через год я хочу уехать в университет великобританию для этого мне необходимо было сдать ielts кто из вас знает есть такой экзамен на знание английского языка я поставила цель очень амбициозная а если понимать что мой английский был там три месяца назад просто нулевым вот от слова просто ноль то это была очень амбициозная цель но я ее достигла а не буду в подробностях рассказывать каким образом но там тоже была целая система с репетиторами и так далее суть была в следующем что когда я приехала в великобританию я начала образование у меня была программа магистра в университете он называется queen mary university of london и причем это университет достаточно рейтинговый то есть если смотреть рейтинг университетов великобритании он заходил там в тридцатке точно находится и параллельно когда я стала обучаться я стала ходить на всякие тусовки общаться с русскоговорящей диаспорой параллельно я понимала что после того как я закончу университет я могу остаться там на два года у меня была по стадии ворквиза это был такой последний вагон то есть я могла еще остаться я параллельно стала думать что мне нужно искать работу чтобы остаться великобритании по окончании университета и вот здесь вы знаете начался такое звоночки такой ну не жестия такие у нас как звонки я вам с кем-то встречаюсь кто уже учится великобритании либо отучился на такой же программе как у меня но уже ищет работу я вот встречаюсь с этими людьми они мне горят ты знаешь такая конкуренция жесткая великобритании сработает сюда приезжает просто весь мир искать работу вся европа здесь потому что там лондон англия это такое как бы финансовый центр я говорю ребят но я вас умоляю там большинство из вас приехали потому что мама с папой отправили я сюда приехала сама на свои деньги и я очень там целеустремленные я упёрта я точно найду не надо мне сказки рассказывать то есть вот такой вот настрой у меня было я была в этом уверена что никаких проблем с тем чтобы найти работу великобритании у меня не будет и я училась в течение года и уже ближе к завершению моей программы у нас в университете даже были целые как бы департаменты в которых как раз таки они назывались карьер сервис то есть по итогу завершения учебы они помогали студентам находить работу но как они помогали они рассказывали как писать севи коверлета рассказывали как составить нет севе это сервис это резюме как написать коверлета к этому севи то есть это такие формальные вещи которые необходимо знать прежде чем писать потому что у этого знаете как есть такая как деловая этика я не знаю как это правильно назвать но то есть необходимо знать и понимать как это составляется и пишется то есть нельзя просто взять наше русское резюме которые мы отправляем там и не знаю в компании и перевести на английский и разослать во все компании и здесь важно сказать что конкуренция в поиске работы вот тогда я уверена сейчас еще больше это просто вот какой-то мега такое знаете жестче конкуренции я никогда не видела и нигде и мне кажется и никогда не увижу уже потому что даже я своим образованием то есть это высшее образование которое я получила в великобритании если эти вот знаете как я такой рейтинг выстраивал для себя и мы где-то там вот русского то есть выходцы из россии русскоговорящих стран с дипломом мы где-то были вместе на седьмом из десяти то есть у них там есть свои британцы там различные поселенцы которые к ним приезжают европейцы те у кого есть виза и так далее и тому подобное и я поняла на себе очень сильно что такое конкуренция и вот знаете как в этом в этой среде стало еще больше разбираться как же писать вот эти cv как составлять это cover letter и вот если общими словами да я выделила 3 до 3 основных таких пункта я сейчас это буду перекладывать на заявки в онлайн галереи да чтобы вы понимали что я не просто вам историю рассказываю а так как у нас art finder находится в великобритании то есть их так скажем мысли они в принципе одинаковы с тем что когда ты ищешь работу например где-то там там же великобритания и скажем подход их абсолютно аналогичной значит мы знаем с вами у нас с вами есть резюме очень часто у всех проблема это резюме написать на 3-4 страницы и всем все уверены просто что у всех есть время это все читать они выкладывают просто всю свою жизнь на эти 3-4 листа и уверены что это будет играть им только в плюс я и это делал и это делал и барменом я работал и там не знаю там что-то кому-то помогал ну то есть это не так когда вы составляете cv у вас должно быть максимум 1 1 страница то есть это очень сжата сжата информация и если мы говорим про cover letter то есть это именно заявка вот в этой заявке у вас есть максимум 3-4 абзаца в которые вы должны поместить всю информацию о вас и вот когда мы говорим об этих 3-4 абзацах здесь важно сразу сказать что вы в эти 3-4 абзаца должны поместить не информацию о вас а вы должны в самом начале понять что они хотят от вас увидеть или услышать потому что извините меня но никому абсолютно не интересно кто вы что вы они открывают эту заявку ваше письмо либо рассматривают вас для того чтобы взять к себе в галерею с одной единственной целью они хотят заработать денег на вас они не хотят продавать ваши картины они хотят заработать деньги и вот в этих 3-4 абзацах вам надо очень четко рассказать почему вообще вы для них являетесь ценностью почему вы лучше чем все те миллионы которые им также отправляют ваши не ваши а свои заявки тот же самый art finder либо символы арт да то есть вы должны об этом всегда помнить то есть а вы должны понять что для них важно на что они смотрят какие у них критерии и вот эти критерии вам необходимо включить уже в свою заявку важно когда вы пишете вот это ковер лэта свое север представьте ситуацию что ее рассматривает человек это образно скажем менеджер артфайндера это мужчина или женщина неважно он пришел такой утром на работу ему уже немножечко так все надоело он хочет попить кофе и единственное скорее всего о чем он думает о том что побыстрее бы пришел вечер я так хочу домой я хочу к семье я хочу прийти домой посмотреть свой любимый сериал я хочу заняться своим любимым делом чтобы вы понимали да то есть уровень заинтересованности его в вас и в вашей заявке поэтому когда вы начинаете либо садитесь писать эту заявку выставляете к себе очень жесткие критерии в том плане что у него этих заявок в день прилетает но наверное что 50 вот по по мне наверное как есть 50-100 и вот из этих 50-100 заявок в день он должен отобрать лучшие заявки то есть лучших художников и у него на вас есть первое вот у вас есть первые две секунды когда он открывает вашу заявку принять решение я рассматриваю либо направляю кнопочку отказ и как знаете у них там есть несколько вариантов отказов да если там бесплатные заявки если платные чуть больше напишут это две секунды и если он вдруг принимает решение что вы ему интересны и на то есть вы как художник ему интересно у вас есть еще но максимум минуту две-три в течение которых он будет читать вашу заявку да то есть вы должны это четко понимать никто не будет вчитываться искать какие-то логические связи взаимосвязи сколько у вас было выставок и вообще почему вы отправили ему работы совершенно разных стилях что вы хотели этим сказать да то есть вы должны это четко понимать у него нет времени и в этой заявке у вас есть две секунды чтобы он сказал да вашу сторону и сказал да еще есть три минутки чтобы вы в своей заявке своими работами ему доказали что вы достойный художник чтобы продаваться на артфайндере это пункт такой был большой номер один вот поставьте пожалуйста сердечко если вам интересно это тема то есть вы понимаете о чем я говорю потому что для меня это очень важно да и вот тут вот у меня если финализировать этот пункт да когда я например искала работу безусловно я как и другие там мои однокурсники мы все хотели попасть в какие-то компании гиганты мы хотели все попасть в гугл мы хотели там эрнстон янг делойт да это большая четверка то есть и вы понимаете да какой уровень конкуренции в эти компании то есть там хотят работать просто все со всего мира и вот то же самое на самом деле сейчас с артфайндером то есть то что артфайндер сейчас выходит также на очень хорошие там объемы по продажам картин я уверена уже вышел с синглэр арт и к ним тоже все начинают стучаться своими заявками это абсолютно аналогичная ситуация поэтому подход именно такой да что вы должны помнить что писать только то что они хотят прочитать нисколько у вас я не знаю что вас вдохновляет и это на три страницы или там какой-то как знаете вот был период когда там коронавирус и вот говорят вот я а можно я напишу о том что я потерял работу и коронавирус меня вдохновил на то что быть художником нет ни в коем случае им не важны ваши эмоции им это лишь не расскажет что вы эмоционально неустойчивый художник им нужен эмоционально устойчивый менеджер по логистике который будет отправлять картины вот об этом важно помнить это они хотят увидеть дальше что еще важно важно также это пункт номер два например когда я искала работу чтобы было понятно я была девушка из россии и мое преимущество было перед другими скажем кандидатами как бы это странно не казалось но я знала кроме английского я знала еще русский язык и если бы я например знала еще какой-то язык то это было бы моим преимуществом и когда вот например мы говорим что безусловно у нас у всех как у художников а там у кого-то больший бэкграунд у кого-то меньше у кого-то там есть шикарное образование академическое а у кого-то выставки а у кого-то много картин и вот здесь вот важно не говорить о своих минусах а говорить только о своих плюсах либо говорить о своих минусах с точки зрения плюса например я из россии и я когда писала и говорила что вот если вдруг у вас ну как бы я здесь немножко утрирую да я не писала если вдруг у вас но имела ввиду что я знаю русский язык и я могу быть хорошим например там проектным менеджером на проектах которые направлены на российский на Russian market да то есть на российский рынок и это было моим преимуществом потому что другого не знаю там индуса его точно не взяли бы на эту позицию даже если он знает английский язык лучше чем я то есть вот здесь вот очень важно если у вас чего-то нет но вы понимаете что для них это важно об этом не говорить ни в коем случае не описать знаете и говорить с той позиции вот я только-только начал и за счет вашей онлайн галереи я хочу решить все свои вопросы все свои проблемы вот это тоже большая ошибка которые не нужно делать они не хотят никому ничего помогать у них и так все хорошо и прекрасно они ищут только тех кто усилит их позиции на рынке кто не знаю там привнесет им еще дополнительные проценты там к прибыли к обороту да то есть вот с этой точки зрения смотреть на себя как на кандидаты который хочет быть на онлайн галереи представлен и поверьте мне таких как вы и таких как я просто миллионы художников но кто-то чуть раньше подает кто-то чуть позже и об этом важно всегда помнить и такой вот как следствие вывод да из этого то что у вас у каждого есть ценность и вот об этой ценности то есть это то что например нету других художников об этом важно и нужно говорить и вот например если я говорю о там себе о своих работах я могу сказать к сожалению у меня нет образования и все мое образование это ютуб на ютубе если не было ютуба то я бы не была художником да понимаете а можно это сказать по другому можно сказать вы знаете у меня нереально яркие энергетически заряженные картины это потому что я знаю базовые какие-то там правила живописи но абсолютно никто не оказывал на меня влияние никакая школа не оказала влияние на мои работы я пишу качественно я знаю как там технически выполнять то есть там живопись на холсте но у меня оригинальные работы запоминающиеся там на выставках мои работы уже узнают мне об этом пишут то есть вот в таком ключе да то есть у вас это может быть что-то другое но вы должны понимать что очень художников похожих одинаковых если просто писать о том что вы сейчас поняли что хотите выйти на онлайн рынок ну как бы это вообще не плюс и не польза и им от этого ну как бы фиолетово это вам надо а не им это надо да то есть вот об этом нужно очень всегда помнить когда вы хотите написать заявку в онлайн галерею вот давайте какие у вас есть вопросы именно по заявкам потому что у меня в принципе все что я хотела сказать на сегодня и как говорится о спонсор этого выпуска у меня есть мини курс по тому как писать заявку более того это как бы знаете не просто вот этот мастер файл который я создала при помощи там которого можно составить эту заявку не зная английского языка а на минуточку в первом своем декрете я была преподавателем английского языка если что то есть я знаю как там что составлять именно предложение да как этот именно как конструктор составить там уже больше идет именно как выработать и с вашей точки зрения подать эту заявку потому что исходные данные у каждого художника свои у кого-то сильный инстаграм у кого-то инстаграма нет например нет смысла его начинать но у кого-то есть там какая-то другая база то есть через что вам подаваться то есть я именно создала и переписала этот мини курс с точки зрения именно как с вашей позиции с вашей уникальной позиции художника с вашим знаете набором выставок они есть или их нет у вас есть социальные сети раскрученные или их у вас нет какое количество у вас работ и какие лучше показать работы а какие лучше не показывать да то есть именно как стратегии подачи заявки как бы это глобально и сейчас не смотрелось но на самом деле оно к сожалению так и есть нельзя просто взять и написать вот это cover letter это даже если оно будет написано по правилам необходимо исходить именно из вашей ситуации только в этом будет положительный ответ потому что я знаю и мне пишут постоянно что что мне делать мне отказали да как они посмели я закончила репина я закончил строгановку у меня такой багаж у меня такой сильный бэкграунд кто они вообще такие вот к сожалению им все равно да и вот то что вот я сегодня писала в сторис мне все говорят да ты стебешь Дамьина что такое я его не стебу я стебу саму себя на самом деле потому что у меня действительно где-то вот там в глубине есть еще желание пойти и мечта поучиться в Суриковке на дневное отделение обязательно на дневное отделение потому что без этого я не буду никогда художником на самом деле к сожалению все поменялось и вот эту реальность уже надо воспринимать быстрее и меняться только тогда будет результат потому что реальность поменялась и результат достигать нужно по-другому так так пишут какой минимум работ смотрите нет такого понятия минимум работ но безусловно если у вас всего лишь 10 работ то наверное не стоит подаваться это очень рано если у вас 10 работ но опять же знаете вот по ученикам своим скажу что когда приходят некоторые новички первые они понимают что например там надо делать работу в единой стилистике они начинают это работать то есть писать эти работы и они понимают каков план действий то есть на что делать ставку что мне развить инстаграм либо мне например там другой онлайн галерею сделать подготовить чтобы было видно что я продающийся художник да то есть здесь зависит уже от вас и того что у вас уже есть но и бывает такое с пятью работами к сожалению иногда принимают и у меня такие случаи были потому что иногда бывает так что супер художник у него такое портфолио и ему приходит отказ и другой художник у которого вот реально пять работ и его берут но ты понимаешь что как бы на это есть причины так вижу сердечки всем спасибо да спасибо так я чувствую я немножко начинаю подвисать видимо сейчас звук пропадет в общем ребята у меня есть мини курс если вы хотите подавать заявку и не хотите тратить время на то чтобы разобраться как это все писать и делать проходите по ссылке у меня в шапке профиля там все очень доступно написано и это кратчайший путь к одобрению вашей заявки и кстати мое мнение что сейчас одобряют намного лучше чем это было в конце года то есть вот если планируете подавать заявку на артфайндер подавайте либо ее сейчас либо в ближайшее время но точно наверное где-то до июня и июля потом их будут принимать но критерии знаете они как становятся более жесткими потому что художники то есть они берут только сильных потому что к концу года артфайндер начинает уставать в плане работы да и вот этот крисмас это все наваливается и идут одни отказы 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 даже сильному художнику вот надо это делать в начале года помните об этом все всем пока хорошего вам вечера я очень рада что я провела эфир я рассказала все всем пока спасибо 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 спасибо